Торжественная церемония открытия новой спортивной площадки прошла на минувших выходных в Брестском государственном техническом университете. Красную ленту в праздничной обстановке перерезали министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец и ректор университета Сергей Каспирович. В поздравие студентов прибыл также председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Очень отрадно видеть именно такие спортивные площадки на территории, в первую очередь, конечно, университета, где нас сегодня пригласили. Ну и в целом сегодня, наверное, эта площадка дает возможность сказать нам, горожанам, да, брещанам, старт в развитии и, так скажем, в реновации этих площадок. Сегодня мы для себя определили много по городу тех мест, которые сегодня требуют возобновления, наверное, и восстановления, потому что как-то упущено было это немножко время. Но надо отдать должность, что Брест является спортивной столицей, потому что у нас очень развитая инфраструктура спортивная, много объектов знаковых, где можно проводить международные соревнования. А вот эти площадки дают возможность не только, наверное, развиваться, а вам еще показывать результаты здесь на стезе университета. Соревноваться и показывать свои достижения для того, чтобы, наверное, в первую очередь, конечно, быть здоровыми. Второе, наверное, спорт это тот вид деятельности, который систематизирует, да, и целенаправленно дает нам какие-то установки для того, чтобы быть дисциплинированным. То, что сказал ведущий, наверное, патриотично настроен. Ну и, конечно, задавать тот командный дух, который есть в университете. Поэтому я от себя хочу вам пожелать удачи, не останавливайтесь на достигнутом и всегда достигайте тех вершин, которые сами для себя ставите. Университет стремится создать условия для того, чтобы студенты могли реализовывать себя в различных сферах, включая спорт, и делать обучение более насыщенным и интересным. Площадка оснащена современным оборудованием, что позволит студентам заниматься различными видами спорта, в том числе баскетболом, волейболом, футболом и другими активными играми. Мы с вами, уважаемые студенты, имеем уникальную возможность заниматься спортом в любое время года, летом, осенью, зимой, весной. Я думаю, что брестская погода такова, что мы сможем это делать на самом деле непрерывно. Действительно, у нас пополнилась инфраструктура для того, чтобы заниматься самыми, что ни на есть популярными игровыми видами спорта, баскетболом, мини-футболом, волейболом, теми направлениями, теми видами, в которых славятся наши студенты и наши команды, реально достигают высоких результатов. Мы действительно понимаем, что возможности спорта, возможности для занятия физкультурой, они очень важны для того, чтобы каждый из нас, каждый из вас формировался как полноценная личность, как человек, который способен достигать самых высоких вершин. Следующий пункт рабочей поездки – встреча министра образования Республики Беларусь со студенческим активом. Ребята могли задать интересующие их вопросы, а высокий гость искренне и открыто отвечал на них. Действительно, наше государство сегодня создает все необходимые условия для того, чтобы реализовывать три важных, незыблемых принципа, которые перед нами ставит глава государства. Это справедливость, это полная доступность нашего образования и возможность реализации каждого молодого человека, вне зависимости от того, где он проживает. Будь то это Минск, областной центр, либо малонаселенный пункт. Именно в этом направлении Министерство образования и реализует политику как в области образования, так и в области реализации государственной молодежной политики. Я, наверное, просто немного тезисно раскрою, куда мы движемся, что мы делаем, почему мы идем этим путем и почему мы делаем те или иные изменения, инновации, совершенствования в нашей сфере. Говорили о многом – о поступлении для учащихся классов определенной направленности, о важности распределения и обязательной отработки. Разговор длился более часа. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.